итак Blender 2.91 продолжаем давать этому персонажу какие-то движения какую-то анимацию какую-то жизнь давайте теперь после того как мы ему подарить подарок сделали вот такой допустим забор сделаем взлет с этого забора что нам понадобится нам понадобится его посадить на какие-то две именно палки вот эти вот палки бревно доска и нужно чтобы вот с этого момента он взлетел и улетел ну где-то будет в ту сторону так погнали включаем видимость костей пока можно так план я отключу это уже потом на рендер он пригодится камера свет отключены выбираем косточки и заходим в пост мод так таймлайн опять же он у нас уже выставлен на 1 5 10 15 кадр вот с этого дела плясать и будем что нужно сделать думаем так сначала нужно его поставить в первую позу первую позу я вот как себе представляю наверное единицы нам поди опять же пардонте забывая скрин каски включить n панель и наверно сделаем так g вот так вот и опустим кого вниз и это крыло тоже опустим как бы вниз выберем тазовую кость и персонажа тоже припустим ну если опустим припустим так и вот крылья это значит тройка на нампаде и перекрутим и g еще немножко их опустим вниз пока просто намечаем вот эту вот именно позу просто пусть она будет намечена потому что потом потом мы будем уже на на других кадрах это все дело вот подгибать допустим можно уже перья чтобы они как бы возможно даже держались вот за эти как их называют жерди так вот как-то в принципе любая фантазия спина у него давайте там хорошо так вывернем шею немножко так наклоним выберем голову и пусть он ну как вот в таком печальном виде типа держится до единицы нампаде где-то голову r чуть-чуть выровнял ну пока как-то вот в такой позе я его себе представляю как тут еще вот нога но это будет она сбоку принципе нужно будет тоже корректировать выкручивать вот эти перья и так первый кадр есть возможно еще что можно сделать давайте ему вот эти ноги многие поставим пока одну вот сюда вот сюда а вторую как бы наверно подальше вот так и немножко не пока не будем менять позу не надо чтобы на взлет он пошел потом не выкручивать его ну пока как-то так пишем а и локрот первый кадр есть теперь нужен пятый кадр на пятом кадре пусть он тоже сидит а и локрот чтобы затянуть эту ситуацию так вот тут крыло немножко будет дергаться как раз плечи нормально так теперь что делаем а теперь мы его отправляем тройка на нампаде выбираем таз значит g подымаем перекручиваем выкручиваем вот так вот голову выбираем таз g отрываем его как был так а это сильно вот так вперед его подаем единица нампаде теперь у нас получается стандарт это теперь получается джи и вот это вот так вот джи и так вот эту еще повыше и и как-то в бок и как-то наверно еще перекрутить потом будем уже крылья подгадывать и вот вы видите что крылья я увел назад вот как тут сделать вопрос тоже выбираем наверно первую ты тоже крыло и давайте попробуем как бы их вперед что ли тоже раз он вперед подает взлет значит и крылья вперед пускай уйдут потом если что подкорректируем а и локрот смотрим что вообще получилось так вот носить печальный и отрез и идет на взлет теперь пятнадцатый кадр делаем на пятнадцатом кадре так вот это на сейчас сделаем по другому кадр так включим кости и наверное вот это все выберем косточки так теперь тройка на нампаде и наверно g все таки его вот так вот поставим прослабленное состояние а и локрот на изготовку теперь что делаем нужно выбрать нужно выбрать косточки крыльев и косточки сзада усложним ситуацию семерка на нампаде перекручиваем R G вот так вот лапы корректируем теперь G он приседает и R как бы вот наверно так его подаем вот так а крылья семерка на нампаде давайте попробуем выкрутить так ctrl z не ту козью выбрал вроде модель вообще тут все настолько низкая смысле по полигонам ну что-то или мышка у меня все-таки подгоняет вот крылья чтобы было видно вот так вот так опять я не переключился так вот первый так все повторяем повторение мать течение раз памяти не осталось семерка на нампаде R перекручиваем зато теперь можно уже быстренько это дело делать теперь все это дело опять R перекручиваем G все это дело приседает вот шеи тут чуть-чуть не получится хотелось бы чуть-чуть резиновой сделать это нужно уже кости на бон переводить и делать раз чтобы шея тянулась растягивание настраивать так но это я потом еще повожусь так что 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 еще вот так вот ну можно обыграть это как за счет вот этого опуска головы вот так наверное ну да и вот эту часть так а насколько он присел можно посмотреть ну вот нормально в принципе и семерка на нампаде вот эти крылья выкручиваем R вперед вот так чтобы их было видно единица на нампаде нормально а и локрот смотрим вообще что получается сидит сидит потом раз взмах разворот и на 20 кадр на 20 кадре получается вот такая штукенция значит выбираем косточку таза через shift выбираем именно вот эти вот крылья и вот все это дело единицы на нампаде мы теперь вытягиваем вверх вот так вот можно даже чтоб лапы длиннее стали теперь он должен R встать ровно вот так вот и открыть пасть так голову R откидываем не та косточка голову откидываем и вот тут челюсть так тройка на нампаде чтобы не сбилось именно угол открываем побольше вот так вот раз голову перекручиваем так крылья семерка на нампаде значит R возвращаем вот в такую позицию это же взлет у него теперь будет G опускаем вытягиваем R перекручиваем и R перекручиваем и вот так вот опускаем G как бы наверное вот на натяжку тоже теперь нужно также поставить вот это вот крыло единицы на нампаде G R английская и перекрутить так выкрутить G увести как бы вперед их вот так и это крыло тоже G вперед вот это крыло еще больше R нагибаем и вот так вот подтягиваем так вот здесь вот многое перекрутил вот так вот ставим и R чуть-чуть назад и G чуть-чуть как бы к низу так а и локрот смотрим что получится и вот косяк который я боялся почему потому что я под углом именно крутил косточку рта так ctrl z 7 на нампаде нужно ее теперь выровнять вот так ну в принципе если она вот так будет тоже хорошо смотреться если наискось ее как-то пустить так вот так вот раз ну нормально брови я вот опять не подключил чтоб можно было вот эти вот брови G тоже вытянуть ну и в следующий раз тогда так а и локрот смотрим теперь результат этого всего движения результат очень плохой потому что рот косой так а ну-ка R ну вот теперь вроде нормальный а и локрот 25 кадр смотрим мы теперь вот этого гуся на 25 кадре G поднимаем к верху семерка на нампаде вообще его перекручиваем вот так вот вот так вот перекручиваем его теперь наискось вот так и крылья теперь поднимаем вот так это крыло поднимаем вот так сейчас будет корректировка G эту лапу так вот так перекручиваем а эту лапу G вот так вот так вот так вот в натяжечку и голова голова у него уходит вниз R так вот здесь вот нужно теперь правильно закрыть рот вот потому что уже работает потому что опять косточка может перекрутится так это мы закрываем смотрим что да как вроде нормально попала да а ну-ка вот теперь нормально так мы работаем с крыльями это значит R R перекручиваем G еще поднимаем R перекручиваем G отводим еще R опять же R опять же так вот это крыло по-моему поменьше должно быть это вот сюда чуть-чуть а нет пардонте тут все оно должно быть симметрично так выбираем голову и R голову возвращаем назад и попробуем наверное еще шею так чуть-чуть припустить вот теперь вроде бы как бы нормально должно быть так и вот эти перья вот так вот смотрим сбоку где крылья где позвоночник а и локрот смотрим что да как вот есть нормально потом еще подкорректируем будем корректировать и корректировать и копать а теперь когда мы знаем как летает эта птаха ставим значит тройку на нампаде теперь G вот сюда и давайте немножко семерка на нампаде его R перекрутим теперь одно крыло G мы опускаем вот так пониже и в натяг голову вот теперь шею выкручиваем выбираем значит опять же голову выкручиваем ставим открытый рот и вот это крыло вот это крыло как бы уводим вот сюда в бок вот так наверное как то вот так перекручиваем теперь перекручиваем теперь таз и ноги так и G вот так так G сюда R немножко еще крыло сгибаем и вот эту голову наверное шею R как бы поровнее вот а и локрот и вот с этой точке вот как он взлетел с этой точке нам нужно теперь с 35 кадра перейти на правильный полет а делать будем это вот так здесь правда корректировки много ну ладно так R R перекручиваем все это дело так пардонте тут еще должен быть кадр наверное это значит тройка на нампаде G немножко вот сюда так она так нет наверное все таки R G единица на нампаде перекручиваем его семерка на нампаде R выравниваем теперь G так G это все вот сюда это все вот сюда получается теперь так таз это вроде все ровно не вот так вот перекрутим выравниваем вот эти вот задние части вот эти как там плавники что ли G R G R убираем ему как обычно живот G так теперь как же это угу семерка на нампаде он теперь перекручен G вот в эту сторону выравниваем крыло тоже выравниваем это крыло чуть-чуть подгоняем так ага еще он перекручен единица на нампаде R во где-то в таком духе даже вот эти R ноги вот сюда как бы сначала поджимаем да вот так наверное будет лучше вот так вот будет лучше так и чуть-чуть их перекручиваем ну типа к телу его подтягивает а здесь давайте опять займемся вот этим гемором так а еще голова что у нас голова да семерка на нампаде R голова вот это его перекособочил вот я за что я говорю что нужно меньше менять позу а сам начал выкручивать его везде вот так и вот эту шею ты что-то у меня не нажимаешь вот таким вот образом так здесь мы побольше сделаем и погнали перья крутить вот на этой позиции самое гадко вот это вот делать ну так вот делаем и вот этот палец тоже задираем вот получается что-то в таком духе выбираем вот эту часть и R еще вот так вот перекручиваем ее вот так вот и то же самое повторяем так тут опять сбилось вот это вот и повторяем это вот с этой стороны так единица в нампаде так чуть чуть поменьше наверное надо перегибать их как-то но с другой стороны они так мягче будет и прикольней так с этой стороны теперь вот эти вот фаланги тоже перегибаем вот и пишем а и окрут так а вот здесь тогда у нас так это вот так здесь идет вот на этом кадре на 33 наверно вот эти кисти это значит G R наполовину до конца не поднимаем вот так и тоже вот так G R G вот так вот и наверное чуть чуть вперед вот так вот переведем ну как в прошлый раз чтоб прикольней было а и LockRot так смотрим возвращаем на первый кадр да что у меня с мышкой мыша вообще не хочет работать надо идти покупать короче все уже взлет посадка и теперь 40 кадр нужно переходить теперь вот от этой позиции вот от этой позиции получается если так у него был взмах потом верхняя позиция пролет и у него уходит он вниз крылья машет если он машет вниз так если он машет вниз значит это середина значит следующая позиция должна быть верхняя 40 кадр должен быть полностью верхней или вот эти вот крылья вот эти крылья еще ниже опускать надо ну пусть он на полу взмахе будет типа взлетать не на полной амплитуде теперь единица на нампаде и нам нужно опять заняться гемором так G R так вот здесь вот нужно теперь пальцы эти возвращать назад вот этот гемор так вот таким вот образом ровно их делаем поэтому вот желательно намечать наверное и делать как поменьше вот этих вот всех движений чтобы потом меньше вот этих костей как бы вставлять на место а а если анимация длинная то уже так не прокатит получается нужно постоянно делать каждую вот эту мелочь так теперь G R перекручиваем делаем верхнюю позицию так единица на нампаде делаем G R вот так вот и тут тоже выравниваем так и надо вот это крыло наверное тоже чуть-чуть перекрутить вот таким вот образом или даже побольше чтоб перья было видно вот взлет теперь что он должен на взлете сделать голова у него должна вот эта часть опуститься вниз тело перекрутиться больше хвост опуститься ноги уйти вдаль так это уже одна тройка на нампаде да R просто пока их вытянем если что потом можно будет еще больше подсогнуть вот так вот и вот так вот наверное так шею оставим ровной нагинаем а голову наверное чуть-чуть перекрутим вот так вот и рот рот уже наверное можно закрыть эмоции уже прошли персонаж взлетел так персонаж взлетел все нормально пишем а и лок рот смотрим что получилось все теперь делаем просто движение это значит тройка смотрим где он взлетает вот у него получился взлет сорокез это у него ровная позиция тридцать пятая у него согнутая вот эта часть и теперь нам нужно значит это верхняя часть правильно теперь от верхней части у нас пойдет нормальный полноценный именно полет каким образом да значит эти крылья G мы опускаем R опускаем G еще опускаем выводим их вперед крылья уже перекручиваем здесь значит G тоже опускаем перекручиваем G опускаем выводим крыло тоже вперед ну и голову пока трогать не будем так здесь вот что у нас получается а здесь слишком перекручено крыло мы его возвращаем на исходную позицию вот так вот так что тут вообще выходит вот такая штукенца значит вот это крыло чуть-чуть вот так вот и выравниваем вот эти пальцы R вниз это тоже вот так 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 и по моему еще тазовую кость нужно еще больше перекрутить R да вот мы ее перекручиваем теперь ослабляется G крыло R еще вниз опускаем и эту тоже R вниз G опускаем чтобы ноги нам не мешали вот это будет у него нормальная нормальная позиция так вот а и вокруг рот это значит верхняя часть нижняя это нижняя считай верхняя нижняя так запутался ну теперь Shift D должна быть опять верхняя тут чуть-чуть переделывать будем так и вот теперь на 47 G вот так подставляем и R немножко перекручиваем ну как вот в прошлом ролике вот так R перекручиваем а и локрот а здесь он идет на взлет значит здесь мы G крылья опускаем вот так вот G опускаем и нужно вот эти крылья наверное опять перекручивать да подготовим сразу вот эти болванки так это значит R вот эти ключевые кадры мы подготовим сейчас и будем их просто вставлять с корректировкой конечно так раз и когда у нас будут все кадры нам просто нужно будет менять им вот эти позиции и будет все ну в смысле покадровку кадры так вот эту часть тоже подкрутить и эту часть тоже подтянуть теперь значит эту G вот это тоже G повыше наверное и немножко ее R перекрутить вот так и тут тоже самое повторим значит R R первые вот эти главное большие перья нормально поставить ну все тут в принципе стоит R тоже перекручиваем пошире их делаем и пишем A и вокруг ну а теперь переносим кадры значит у нас идет взлет сороковой кадр так тридцать пятый он тут сороковой раскрывается сорок второй тут же а вот сорок пятый уже должен находиться в другом месте где-то вот тут наверное а и lock rod теперь что получается сорок седьмой оставляем а пятидесятый так где мы остановились приблизительно значит грудина под знаком вопроса да вот это вот ловить теперь так еще надо вот так а и lock rod ну давайте посмотрим вообще что получилось а потом будем еще может быть корректировать вот вот ставим пока пятьдесят кадров вот здесь у него заторможенность тридцать пятый наверное нужно G подтянуть немного к сороковому и посмотрим что получится взлет все попер теперь нам нужно расставить вот эти ключевые кадры и поперемещать их значит ключевые у нас сороковой 45 50 значит копируем 40 шифт д на 55 45 шифт д на 60 и 50 шифт д копируем на 65 все сейчас их тоже перетащим тройка на нампаде вставим вот эти вот видимость костей ставим 55 кадр здесь будет какую-нибудь метку надо вот по передвижению так проверяем 50 значит находится здесь вот крылья под глобал даем значит 55 должен дальше уходить вот будем по линии вот так перетаскивать а и lock rod 60 это нижняя позиция вот сюда его ставим а и lock rod и 65 и ставим подальше еще а и lock rod ставим 65 кадров ну и смотрим что у нас тут вышло вот так мы чуть-чуть спрячем можно еще добавить позиции так вот так как то так вот здесь у него вот она заторможенность так эту заторможенность мы на тройка на нампаде перетащим чуть-чуть вперед вот так и получается так пардонте вот 40 кадр нужно перетащить вперед а и lock rod а здесь у него пошла движуха уже тормоза нет но теперь нам нужно 42 так это где у нас 40 находится так вот это вот вообще неудобство шкалу какую-нибудь надо так искать или скачать и так вот такая вот шкала в интернете можно скачать я уже показывал в прошлых роликах мы ее уводим назад единица на нампаде тройка на нампаде и вот по ней давайте будем ориентироваться сделаем ее наверное еще с побольше так поменьше чуть на так и отведем ее вот поставим вот этого персонажа вот он на десятке будет стоять давайте чтобы видеть вот эти вот цифры вот это у него десятка включаем выбираем кости опять же заходим в пост мод и смотрим теперь у нас 42 должен быть дальше десятки это давайте вот тут поставим между восьмеркой и девяткой а и lock rod смотрим что получилось теперь 45 значит дальше ставим между шестеркой и семеркой а и lock rod так возможно большой диапазон да значит вот этот чуть чуть назад а и lock rod теперь 45 ставим поближе тоже мы тоже с движением на девятку а и lock rod так теперь 50 40 45 50 значит ставим дальше на семерку а и lock rod 55 от семерки так пардонте 50 почему тут получилось два у нас кадра одинаковых 55 55 значит делит и вот эти два g на 55 60 перетаскиваем так 50 это у нас семерка 55 наверно будет в принципе в принципе нормально идет теперь опять же 50 делаем шифт д на 65 55 55 шифт д делаем на 70 и 60 шифт д на 75 ставим 75 кадров ставим теперь значит 60 у нас на на тройке 65 у нас будет вот эти два кадра g перетаскиваем вот сюда и опять же их корректируем так 45 50 55 60 65 должен быть ну давайте на двойке а и lock rod и 70 должен быть на нуле а и lock rod вот ставим 70 кадров отключаем план и смотрим что произошло вот взлет пошел так оба на и здесь вот сбой тоже вот он 45 и 47 надо перенести тоже 45 у нас находится на девятке значит 45 ну почти должен чуть-чуть за девяткой находиться вот так и lock rod так 47 наверно чуть подальше вот это поставил а и lock rod все птица взлетела и пошла вот такая получается у нее траектория еще по добавлять здесь в начале кадры вот здесь вот вытянуть его чуть чуть вперед допустим вот так где он тут должен взлетать так вот здесь вытягивается здесь у него должны уже вот эти ступни вот эти ступни выкрутиться р вот так и вот та ступни как ступни и то чтоб ступни вот так вот тоже вытянуться и lock rod и вот эти вот все кадры теперь поправляем делаем их чуть чуть помягче корректируем и будет птиц взлетать и улетать смотрим что происходит тут вот так где-то под углом он будет взлетать поприкольнее надо ему еще добавить какие-то части вот здесь вот чуть-чуть на где-то задержка вот она и есть задержка ее чуть чуть можно ускорить вот такая штукенция прописываем все кадры потом полные и персонаж будет лететь плавно все всем пока до свидания вот так 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 вот Продолжение следует...